Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактул Санфудин как арт-дизайнер одежды. Вот, обратите внимание, хочу вам показать комбинезончик, купила я его за мои наличные деньги, там, сколько там, ну, определенное количество лет назад, ну, не так давно, но лет назад. Вот, в магазинчике, в магазинчике Ламуда я его покупала за мои наличные деньги с доставкой сюда, в мою квартиру. Так что, вот, такой ажур, сверху такой ажур синий, а внутри подкладочка, подкладочка, обратите внимание, и часть подкладки у меня уже, я уже начала делать дизайн, я одевала этот, так скажем, комбинезончик. Сейчас хочу его как-то усовершенствовать, понимаете, сделать что-нибудь такое, что-нибудь, ну, точно не знаю, что такое, что-нибудь секси-секси. Вот, ну, у нас же не одна минуточка даром не проходит, хотя она Салмановна сегодня встала, настолько я встала, пять, ну, где-то пол шестого, так скажем, пол шестого, может быть, чуть позже. Ну, в принципе, рано, я встала достаточно рано, так что, вот, нанимаюсь хозяйственными делами, уборкой, с утра понесла мусор, в бак, на улице, так что, вот, помыла полы в моей квартире, постирала уже полотенце стиральной машинки, мою сейчас стираю, меняю моё постельное бельё, так что, вот, стирается моё постельное бельё, что ещё позавтракала, ну, так что, вот, кашка, так что, вот, гречневую кашку я варила, кушала гречневую кашу на завтрак, с имитированной чёрной икрой и чай, чёрный. Ван Гранд Ресторанте слушаю Михаила Маратовича Фридмана, как он рассказывает, с чего начался его успех, очень интересно, он рассказывает про то, как, почему вот Альфа, почему вот эта вот Альфа, да, это в честь Алфимова, так что, вот, я уже несколько раз послышала. Ну что, костюмчик, я думаю, где, вот здесь, да, нужно его, сейчас мы усовершенствуем, посмотрим, что получится, потому что сзади здесь молния, сейчас буду рассказывать и, в общем, как, сверху оставим эту штучку, здесь пойдёт, не очень будет, коротко, если у нас, вот, волшебная палочка, немножко, немножко упала волшебная палочка, я чуть-чуть мишек спустила, топ-топ, я тут хочу сделать, ну что, вот так вот, или где-то вот так, здесь будут такие, наверное, шортики, сначала брючки, потом шортики, сделаем топ повыше или пониже, сейчас посмотрим, это же топ, видите, вот так вот у меня будет такой топ, сейчас посмотрим, сейчас померим, смотрите, вот, сделаю такой топ, хотя он сзади там молния, вообще, как мне что-нибудь такое скомбинировать, чуть пониже, да, наверное, надо, или как, вот так примерно, да, вот так вот, и будут, или брючки, или шортики, только как их, вот, может быть, я тогда подкалю чем-то таким, в общем, даже сама пока не знаю, что из этого такого интересного может получиться, ну, посмотрим, теперь ровненько, ну, здесь-то, как бы, сейчас ровненько это отрежу, ровненько, ну, что, вот так, пойдем вот так, смотрите, внимание, просто красота, получается, как получают дизайнерские, вообще красивые вещи, в общем, брендирую себя, как дизайнера, коллекция дизайнерской одежды, от Бреда Порте, ну, немножко здесь как-то она такая, вот такая штучка, вот эта, немножко вот эта, вот, ну, ничего, от Бреда Порте, а про спиры три точки Ру, «А, вот что, мужчина, я вам же хотела, мы с вами уже как-то разговаривали, вы мне иногда очень ночью звоните, рано с утра звоните, я же вам уже сказала, что когда я с вами пообщалась, уже даже это озвучивала этими смс-ками, вы же со мной пообщались смс-ками, вот, такой номер на десять, и только легла спать, понимаете, до полвторого, вот это, вот только заснула, и вот он звонит, я же вам ответила, сказала, что не надо звонить, вот такие вот дела, в общем-таки, вот дизайнерская такая штучка получается, Василий сказал, что приедет, конечно, его этот, в черный список нужно поставить, я не знаю, как поставить в черный список этот номер, и днем он опять звонил, ну, чего вы звоните? я же вам сказала, чтобы вы больше не звонили, вы хотите, чтобы вам объяснили, да, популярно, что звонить мне не надо? о, такой топи-топи, топи-топи, ну, как-то нехорошо, почему мужчина нехорошо, какой-то там, понимаете, вот это, что такое топи-топи, такой топи-топи получился, ах, это топи-топи, ах, это топи-топи, ах, это такая эротическое, распреднимание, топ получился, знаете, у меня такое, я вообще в магазинчике Ламода и Вайлдбереса, из такого материала, из такого вот этого ажура, у меня было и длинное платье в пол, я, по-моему, в Белоостров в нем ездила, да, в Белоостров, знаете, как в пол, такое, такое платье ажур, а еще у меня было такое платье, короткое, знаете, такое вот, такое коротенькое платье, такое, в общем, как-то вот это вот. Сейчас делаю что-то такое, одену красные трусы, в общем, как-то, что-нибудь такое эротическое, и получится сейчас что-нибудь такое эротическое. Ну что, здесь у нас что получилось? Просто эксклюзив. Здесь такая дизайнер, женщина лондонская. А, этими штучками будем как-нибудь, это что-нибудь такое. Это отновленная такая штучка. Ну, в общем, понимаете, здесь получились такие брючки. Может быть, их шортами, конечно, сделать надо. Вот, потому что как их фиксировать, я точно еще не придумала. Но это эксклюзив. Так что вот. Просто эксклюзив. Ну да, вниз нужно нижнее белье надеть. Самое главное, что если я это одену, самое главное, потому что я могу, конечно, прикрепить вот этими моими брошками красиво. Ну, что такое эротическое. Оно должно быть удобное, понимаете. Такая коллекция должна быть такого стиля. Стиля, знаете, вот это вот. И просто в магазин, и на каковую дорожку, и чтобы это все удобно. И, в общем, понимаете, да, стиль такой. А это очень не так просто сделать. Чтобы это было комфортно, и удобно, и красиво. Так что вот. Потому что такое жмет, мнет, там вот это, и мне такое не нравится. Я люблю комфортно. Чтобы это супер комфортно, элегантно, модно. Как-то это ярко было. Вот, и еще и удобно, супер удобно. Ну, что, это будет вторая серия. Я сейчас такой шот, вам такой шот-тур по моей флет покажу. Сейчас, знаете, это вот это одену. Чуть-чуть вот это. Сначала я вам покажу это брючками. Такие дизайнерские. Я же вам показывала одно видео, как мы с моей кошечкой про спира-триточки рус, про спирусия, про цветание по-арабски, делали, вот у меня будильник. Кстати, вот у меня время подъема, а я встала еще, знаете, сколько успела сделать. Насколько видео я там успела загрузить. Так что вот, будильник вот звенит. 12 у меня. Так что сначала брючками вам покажу, а потом, может быть, даже шортики сделаю. В общем, смотрите, здесь могут быть еще и шортики, а вот эти вот штучки тоже можно будет куда-нибудь, что-нибудь такое из него сделать. В общем, такое тоже что-нибудь такое дизайнерское. Потому что у меня такое платье вот там вот. Обратили внимание, какое шикарное видео, как я там шикарно вообще выгляжу? Вот, такой дизайнерский проект этого платья. Вот, и какой я костюмчик шикарный сделал. Это видео есть на моих каналах и YouTube от Татьяны Салмановны, махтум сайт, иди на русском, на английском языке. А также и на моей странице ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через дефис, махтум сайт, иди через севит, пишите на русском. И на моей странице Facebook, можете посмотреть на моей странице ВКонтакте, чтобы я это не повторяла много раз одно и то же. Так что вот, сейчас я это видео быстренько загружу. Смотрите, 12 часов. 28, это магическое число. Магическое, да. Магическое число 28. 12, почти. 12. Так что вот. Показываю себя крупным планом. Погода вообще, что-то там, 20, говорят, 22, показывает Яндекс. А вообще, честно говоря, дождик обещали. В общем, ждёмся. Ждёмся, в принципе, грозовые дожди. Ждёмся. Очень нужны дожди, прохлада. Только, конечно, дома немножко жарковато. Жарковато. Жарковато, конечно, дома. Будильничек сейчас я выключу. Смотрите. Сейчас я выключу будильничек. Сейчас перестелю. Перестелю мою эксклюзивную кровать. Ох, я такая оргазмическая звезда. Просто феерическая. Вчера волосы подкрасила. Надо ещё больше чуть подкрасить. Подкрасила, обратите внимание. Аня подкрасила корни волос. Так что вот. Надо ещё там розовым. Такий дизайн ещё чуть розовым подкрасить. Сделать просто супер-супер красоту. Супер красоту. Здесь у меня тушится полотенце. Полотенце. Здесь уже машиночка постирает. А, нет, ещё стирает. Блю стирает машинка. Блю машинка стирает. Сейчас надо банну будет мыть. Туалет я уже помыла. Так что вот. Ещё кашку. Кашка, у меня будет ещё кашку покушать. Вот кашку я кушала. Ещё сейчас я буду покушать кашку. Ну, нет. У нас не зуба. Куда вошли кушать. Кладываем и помогаем тебе правильной работе. Не то, что это сильно сделано, но не правильно. А активный участие, участие управления, управления процессом. Туалет я принесу эту штучку. Сейчас я принесу эту штучку. Мы собираемся заниматься, когда у нас будет желание и возможность это делать. Маникюры, педикюры, ещё помыться под душу, почистить зубы. И, конечно, себя как-то красиво-красиво, чтобы быть такой, как, ах, это мисс Леанна. Ах, ну да. Вот, мисс Леанна, как ты его оцениваешь сегодня? Да, в России. Я уже беседовал с организаторами этого замечательного мероприятия. И вот мне девушка Юля, которая, так сказать, один из руководителей этого проекта, она рассказала, что всех очень интересует вопрос, значит, как же так, и вы как столько лет живете, работаете, построили достаточно большое время. Обратите внимание, книжечка «Признание в любви» называется. Будем с вами изучать. В позиции. Да, будем изучать, друзья мои. «Признание в любви». Так что, вот, будем читать эту книжку. С вами я, Дадьяна Салмановна, Макту, Саня. «Признание в любви».